Ну а вот нам показывает Ольга Данилова, она под 56 номером. Сейчас отправится на эту дистанцию. Честно говоря, наверное, появление новых каких-то в других командах более заметно, чем... Вот, и так или иначе, она всегда завоевывала места для того, чтобы поехать со сборной командой на чемпионат мира или на Олимпийские игры. Честно говоря, мы сейчас, давайте посмотрим за стартом Бенте Мартенса, а потом вернемся к этой теме. Да, ну вот мы видим, как Нина Гаврилюк подходит тоже к этой отметке. Она выигрывает Аванфиса 1,7 секунду из десятых. Пока что здесь после отметки 1,5 километра, по отметке расположились таким образом. Гаврилюк 1, Несова 2, Ирина Тараненко 3 и Анна Фридьхов 4. Вот пока такая четверка лидеров. Естественно, она будет меняться по ходу того, когда основные полстанки будут подходить к отметке 1,5 километра. Катерина Нойманова. Да, еще одна фаворитка на эту дистанцию. И два года назад отметку мы сразу же увидели. Да, они вот ее показали, она уже прошла эту отметку. У нее пока третье время, она проигрывает Мини Гаврилюк. Бенте Мартенсон. Бенте Мартенсон сейчас подходит к этой отсечке. Одна из основных претендентов на медаль. Одна из основных соперниц наших девушек в сегодняшней гонке. Ну, судя по тому, как она начала эту гонку, вы знаете, я знаю, что она всегда очень сильно начинает. И она всегда лидером на первых километрах. Сейчас она выигрывает всего 0,3. Это очень для нее мало. Ну, вы знаете, тут был сначала такой подъем. Дождаться до финиша. И надеяться на то, что будут изменения по ходу гонки. Ну, мы видим, что у Мини на Гавриле Кулича время Тараненко на отметке 3,4 километра. Да, у Мини осталась такая более легкая часть. Вот, видите, показывает Стефанию Бельмонду и катку Нейманову. И катка идет лидером на отметке 1,5 километра, выигрывая 5 секунд. А у Бельмонда только 12 результатов. И вы знаете, я вижу, что Штефик все время идет рядом с Лыжей. Я думаю, что у нее сегодня не самым... Да, к сожалению, наверное, не удастся Светлане улучшить результат Катерины Неймановой. И, наверное, она даже не будет вторая на этой отметке. Да, вот у нее пятый результат мы увидели. В это время у Нагикины Нейманова лидер. 5,2 секунды проигрывает ей Шевченко. В пассе осталась такая небольшая, прямая. Ну, Ниночка, давай, давай, давай. Удастся, говорю, получать время Тараненко. Ну, я думаю, удастся, потому что видно, что еще достаточно времени для того, чтобы улучшить время. Время Иры Тараненко. Да, конечно, она выиграла 11 секунд, это достаточно много. Но позади нее еще идут достаточно сильные спортсменки, и нужно ждать. На полтора километра до финиша Гаврилюк уступала и нашей Ольге Даниловой, и Гленте Мартинсу. Ну, а вот и Ольга Данилова здесь у нас на входе на последнюю прямую. Сейчас просто одна в другую будет в спортсменке финишировать. Пока Ольгу Данилову ждет по времени Нины Гаврилюк. Ну, это так и должно быть, потому что Нина все-таки была лидером. Ну, выигрывает она у нее достаточно много, и Ольга Данилова становится лидером на выиграть 16 секунд. Данилову вторая пока Гаврилюк, но за Даниловой и Бенда Мартинсом. И Нойманову под 65-м номером. Гленте Мартинсом появляется здесь на лыжном стадионе. Вот мы уже видим ее здесь, она сейчас будет последний поворот делать перед выходом на финишную прямую. Да, у нее 30 секунд осталось до финиша. И опять же такая короткая прямая. Я, к сожалению, не обратила внимания, по-моему, секунд 15 они проходят эту прямую. Да, секунд 15-20, это движется в последнюю прямую. Это говорит о том, что теперь мы уже явно видим, что Бенда Мартинсом выиграла у Ольги Данилова и выиграла много, 29 секунд. Бенда Мартинсом, Бенда Мартинсом, будем говорить пока лидер этой гонки. Мартинсом, Даниловы, Гаврилюк. А вот Екатерина Нойманова подходит к отметке 3,4 километра. А следом за Ноймановой здесь идут Ольгина и Ногейкина. Нойманова прошла отметку 3,4 километра. Она здесь проигрывает, но проигрывает очень немного, всего лишь 1,1 секунды Бенда Мартинсом. Нам, кажется, очень хочется посмотреть, какое время будет у Светланы Ногейкина за 1,5 километра до финиша. Мы можем считать, можем говорить, что для украинских гонщиков эта гонка, кажется, очень началась. Вот, наконец, Нойманова появляется здесь. Ну, она не выигрывает эту гонку, но она будет второй, потому что ей осталось буквально еще 10 секунд до финиша. Таким образом, Нойманова отобвинят нашу Ольгу Данилову на третье место. Да, Нойманова становится третьей. Нет, Нойманова становится третьей. Нойманова становится третьей, Данилова вторая. Все-таки не сумела Нойманова отобирать нашу Ольгу Данилову. Ну и Светлана Ногейкина сейчас здесь на подходе к лыжному стадиону. Да, остались последние метры для Светы, но мы видели на отметке 3,4 километра, что она не была в числе лучших трех спортсменок. Давайте дождемся финиша Светланы Ногейкиной. Пока сборная России серебряная медаль. Вот, будем говорить так, потенциально серебряная медаль. Хотя, следом за Ногейкиной вряд ли тот лыжник, который будет заканчивать гонку, сможет улучшить время лидеров. Ну, по лидерам, я думаю, уже все ясно. Тройка, я так думаю, определена, потому что все-таки последние километры с большим отрывом прошла Бенте Мартинсона. Финишил Антонину Ордину, у него 11-е время, и Ногейкина показывает четвертый результат. Ногейкина проиграла Бенте Мартинсом 25 секунд, а в свою очередь уступила Петерине Ноймановой чуть меньше 8 секунд. А на уши, конечно, Бенте Мартинсом. Она уже принимает поздравления. Она просто все в более лучшей и лучшей форме. И мы будем забывать, что какой-то наган, она сумела, скажется, стартует после 5-километровой гонки, не будет, увидели, выпиться и обойти.